Эту катастрофу назовут самой масштабной трагедией на территории Белоруссии после Второй мировой войны, а причина взрыва, установленная после проведенных расследований, оказалась неожиданной. Как в стране, где, как считалось, все было качественно и надежно, могла произойти такая авария на мирном производстве? Свой собственный экран – это была мечта каждой советской семьи. В 70-е телевизор в доме – признак достатка и благополучия. Отечественная промышленность не отстает от потребностей граждан. Слава про белорусские телевизоры гремит на всю страну. Минский радиозавод в 1972 году, сменивший название на горизонт, гордость не только Белоруссии, но и одной из самых крупных и современных предприятий всего Союза. После нападения Германии на Польшу, советские войска выдвинулись им навстречу и практически без боев заняли часть территории. В числе прочих на этой территории оказались радиозаводы фирмы «Электрик». Возобновлять производство рядом с границей было опасно. Все понимали неизбежность войны и оборудование отправили в город Минск. Каждый радиоприемник – это настоящее произведение искусства. Корпус сложной формы покрывался деревянным шпоном с красивой текстурой, покрывался лаком в несколько слоев и тщательно полировался. Непременным условием размещения радиозавода было наличие поблизости мебельного или деревообрабатывающего завода. Такое предприятие оказалось в Минске. Там и разместили новый радиозавод. Даже дизайн первой продукции использовали от фирмы «Электрик». Но электронную начинку пришлось основательно модернизировать. Советские радиолампы отличались по характеристикам от продукции голландских и немецких заводов. Во время Великой Отечественной войны завод не успели эвакуировать, и цеха практически были разрушены бомбардировками. После войны завод восстановили, и объем выпускаемой продукции с каждым годом только увеличивались. Завод телевизоров считался престижным местом работы. В эти годы в Минск со всех уголков республики стекалась молодежь. На новых заводах и фабриках сильно не хватало рабочих рук. За пару лет работы здесь можно было дорасти до мастера или инженера. Особо востребованным был цех футляров, в который одевалось все телевидение. Новое футлярное производство, в отличие от основных сборочных подразделений, отселили ближе к окраине, в промзону по улице Софьи Ковалевской. Там и рождались известные деревянные корпуса будущих экранов. Людей трудилось в цеху очень много, около 800 сотрудников в смене. Можете ли вы себе представить, несколько сотен тысяч штук аппаратуры выпускалось в месяц, каждому требуется красивый корпус. Корпуса для всех моделей изготавливали в отдельном огромном цеху деревообработки. По размерам это помещение как четыре футбольных поля. Несмотря на трехсменную работу, цех не успевал за ростом объема производства, и в начале 70-х построили еще один цех. Тогдашний директор предприятия вынес на повестку дня чрезвычайно важный вопрос. Якобы в новеньком цеху с незавидной регулярностью происходит возгорание. Надо срочно что-то менять. Но не успели. Именно в этом цеху 10 марта 1972 года во вторую смену вышли работы 700 человек. В 19 часов начался обеденный перерыв, и большинство пошли в столовую. Как потом выяснит следствие, именно это спасло несколько сотен жизней. В 19 часов 30 минут в цехе прогремел взрыв. Двухэтажное железобетонное здание быстро превратилось в руины. Сразу невозможно было оценить ситуацию, так как многие сотрудники оказались под завалами. Взрывная волна прокатилась на несколько километров от места ЧП, а Багряную Зарево наблюдалось жителями близлежащих районов еще не один час. Одно стало понятно точно. Предстоит титаническая работа по спасению людей. Кроме этого, отдельную сложность для спасателей представлял риск обрушения многотонных плит. А ведь под цехом располагается тоннель, в котором находились живые люди. Низкая температура не оставляла выжившим после взрыва никаких шансов. В адрес спасателей шел поток упреков. Но нужно понимать, что в ту эпоху специалисты попросту не имели совершенной техники, подходящей для разбора завалов. Да и отсутствие подобного опыта растянуло спасательную операцию на несколько дней. Даже то, что люди работали на износ, не сильно меняло ситуацию. О взрыве на одном из ведущих радиозаводов молчали и телевидение, и радио. Лишь в газетах вышли короткие заметки об аварии. Ни слова о масштабах трагедии и о том, что произошло. Лишь после распада СССР были опубликованы заключения комиссии и воспоминания работников радиозавода. Первоначально выдвинули версию, что в подвалах завода могли храниться неучтенные боеприпасы времен войны. На это указывала сила взрыва. Железобетонный корпус буквально размотала на клочья. Однако основная причина была в другом, и она, как мина замедленного действия, таилась и набирала силу. Позже расследование выявило целую цепочку факторов, приведших к аварии. Здание цеха корпусов проектировал Ленинградский 4-й государственный проект и институт на основе типового проекта цеха для текстильного производства. Так как по нормам пожарной безопасности этот проект полностью удовлетворял техническому заданию. Система вентиляции подавала пыльный воздух в подвал, где стояли фильтры, собирающие пыль от шлифовки корпусов. Завод перед взрывом перешел на использование нового полиэфирного лака из Австрии. Исследование показало, что 5 граммов пыли от шлифовки этого лака на кубометр воздуха достаточно для возникновения взрыва. Проектировщики закладывали в расчеты проекта цеха взрывоопасную концентрацию 65 грамм на кубометр воздуха. Такие были характеристики у старого лака. Цех строили авральными темпами и запустили в эксплуатацию с целым списком неустраненных замечаний приемночной комиссии. В плане производства не было резерва времени на устроение замечаний. Отложить запуск цеха директор не мог. Это взрыв планов выпуска продукции. И прощай должность. Очевидцы уверяли, первое возгорание произошло прямо в цехе. А следствие вскоре выяснит, что незадолго до трагедии на производстве стали использовать новый импортный лак. Его химические свойства были не до конца изучены, а концентрация взрывоопасной шлифовальной пыли превышала все мыслимые пределы. В тот злополучный день маленькая случайная искра вызвала возгорание пыли в цеху. Огонь по трубам вентиляции очень быстро ушел в подвал, где пыль на фильтрах вспыхнула мощным взрывом. Взрывной волной разломала бетонные плиты перекрытия обоих этажей, и люди вместе со станками и обломками плит упали в подвал. Но не только пыль от лака накаляла ситуацию. Само здание специалисты назвали бомбой замедленного действия. Система вентиляции не выдерживала никакой критики. Пылесборники проходили прямо под цехом. Причина преступной халатности крылась еще и в том, что изначально здание вообще не предназначалось для нужд радиозавода. Все начинается с проектной документации. Такое решение к проекту привязать производство совершенно другой продукции было ошибкой. Было заложено обычное оборудование, в то время как в соответствии с технологией должно было все быть пожаровзрывобезопасно. Представители надзорных служб должны были обратить на это внимание, и как говорят, поднять вопрос. Во время расследования дел в Минск из Москвы прижала правительственная комиссия во главе с будущим министром обороны Дмитрием Устиновым. Выездная сессия Верховного суда СССР работала в Минске месяц. Несмотря на пристальное внимание к трагедии сверху, общественность в ход расследования решили не посвящать, а само расследование засекретить. И серьезного обсуждения, что у нас была эта крупнейшая техногенная авария, тоже не было. Причина была прежде всего в самой политике Советского Союза, что «советская» значит «надежная». Кстати, после этого был закрыт такой же цех в Симферополе. Он был переделан, перепроектирован. Все воздуховоды пустили поверху и с выводом наружу. Полисборники все были тоже наверху. Виновных в этой аварии приговорили к разным срокам, от года до трех, учитывая возраст, детей и правительственные награды. На этом все. Если было интересно, то подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и заходите в наш телеграм-канал, где тоже выходят интересные материалы.